Четыре свадьбы, четыре незабываемые недели в разных городах. Прямо сейчас четыре девушки вступят в напряжённую борьбу. Они станут почётными гостями на торжествах друг у друга и выставят соперницам оценки от 1 до 10 баллов. За свадебное платье, за банкетное меню, за оформление зала. Невеста, чья свадьба наберёт наибольшее количество баллов, получит денежный приз на свадебное путешествие от канала «Пятница». Четыре свадьбы, четыре свадьбы, Случайный взгляд, распахнутая дверь. Четыре свадьбы, четыре свадьбы, Ну вот и всё, ты замужем теперь. Четыре такие разные и такие одинаково прекрасные невесты уже собираются в студии «Пятницы». А участница будет четвёртая, Диана? Да, непонятно. Будет-будет. Иван, заносите ноутбук. О! Привет! 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 Всем привет! Меня зовут Диана, мне 27 лет. Я ей скоро достану в тюрьму. Слово предоставляется нашей неординарной виртуальной невесте. Почему ты не с нами? Да, почему? Неужели ковид? Потому что у меня завтра свадьба, и сейчас я активно к ней готовлюсь. Ну, она нас ошарашила. Будем знакомиться, значит, на её свадьбе. Курочки мои, знакомиться сейчас нужно, а не на свадьбе. Задавайте вопросы. «Расскажи, пожалуйста, чем вообще в жизни занимаешься?» «Я театральный работник. Я шью костюмы, наведусь в театрах страны». «Она работает декоратором, оформителем с крупными театрами, и я ожидаю, что это будет что-то очень яркое, интересное». «Я приглашаю вас на свою свадьбу в стиле цыганская бота». «Я думаю, что это перебор для фитера». «А почему ты решила делать в таком стиле свадьбу?» «Вы имеете отношение к цыганам?» «Ну, жених – да». «Круто». Ох, Дианочка, удивила! «Жених – цыган» у нас на проекте впервые. «Значит, оно того стоит. Будут цыгане, кони, там, я не знаю». «Нужно ли нам будет как-то одеться, чтобы соответствовать стилю?» «Да, обязательно». «Мы уже начали гуглить, где купить цыганские костюмы в Москве поздно вечером». «А бюджет какой?» «Вообще не могу представить, куда-то можно, ну, 500 тысяч потратить». «Я не думаю, что 500 тысяч – это много для свадьбы». «Давай за тебя». «Давай за твою свадьбу первую». «Необычность с интересом связана, то есть мне очень будет интересно присутствовать на ее свадьбе». А теперь передаю слово интересной блондинке в красном. Анна, рассказывая себе. «Мне 38 лет, я из замечательного курортного города Геленджик. Хочу вас пригласить к себе на свадьбу в греческом стиле». «Интересная подобрана тема у Анны, потому что у нее теплый город». «Почему в греческом? Потому что в Геленджике изначально греческое поселение». «Будет какое-то оформление в греческом стиле. Ну, то есть я себе в голове вот так это представила». «Я попрошу вас одеться в цвета синий-золотой». «А платье какое?» «Ну, поскольку я замуж выхожу уже не первый раз. Поэтому платье мне пушистое не надо. Ну, под греческое платье». «Дама с опытом. Поневидно, на самом деле, что у нее уже были свадьбы». «А какой-то раз замужем?» «Ну, если брать формально по мужчинам, то второй. А если формально по бумагам, то третий». «Это как?» «Я первые два раза выходила из одного и того же мужчину. Ну, как говорится, вызывайте Гузееву». «Ну, это же не прикольно так делать». «Поднимем же бокалы за прекрасную свадьбу Айни». Следующий про свое торжество расскажет нежная, романтичная Елизавета. Слушаем внимательно. «Мне 29 лет, я из Москвы». «Лиза такая прям миленькая, прям вот такой девочка-цветочек». «Я приглашаю вас на свадьбу, которая пройдет в автобусе». «Это обычный экскурсионный автобус. Будут точки, где мы будем останавливаться». «А сама регистрация брака тоже где-то в автобусе будет». «Мы доедем до конечной точки, и там будет какое-то взаимодействие». «Я думаю, сюрпризом будет именно локация, что это будет какое-то необычное крутое место». «У меня тема не дожата. Можно было даже заморочиться на тему костюмов, а-ля там, ты доктора». «Какой у тебя бюджет?» «500 тысяч рублей где-то так». «Что такое денег-то много тратить? Или это я такой экономный?» «Ну, за 500 тысяч они там будут перекрывать трассу, гаишников вызывать, чтобы их пускали. Только если на это». «По Москве это нормально». И про свою свадьбу осталось рассказать статной яркой невесте Марине из Сочи. «Все можно говорить?» «Марина вообще яркая, задорная девушка. С ней не будет скучно». «Мне 33 года. Я по профессии фармацепт. То есть я работаю в аптеке». «Неприкольно». «Приглашаю вас к себе на свадьбу. Свадьба будет в стиле Боха. Тематика свадьбы – Сибирь между пальмами, потому что я сама из Сибири». «Я ожидаю, что пальмы, море, будет все как бы красиво, нежно». «Гостей не очень много, около 40 человек». «Ну, нормально». «Бюджет». «Бюджет плюс-минус 400 тысяч». «400 тысяч – вполне нормально. Ну, начинаем путешествие по свадьбам». «Всем удачи». «Всем удачи». «Удачи». «Диана». «Я думаю, участницы будут специально занижать оценки. «Лиза», «Марина». «Я буду ожидать от них какого-то трэша». «Я готова по-цыгански красть победу». «Нет, так не будет». Это Санкт-Петербург. Город, в котором появилась первая в России киностудия. Именно здесь актер и каскадер Яков встретил и полюбил свою богиню Диану. Яков, я достойно вас представил. «Я актер, я режиссер, сценарист». «Я шью театральные костюмы на разные театры нашей страны». «Иди ко». «Вот». «А-а-а, я-то подумал, что вы их украли из театральной костюмерной». «Мы вместе четыре с половиной месяца». «Мы познакомились с одной компанией». «Я увидел ее, она увидела меня, ну, и все. То сразу же было все понятно». «Мне стало интересно пообщаться поближе». «Я скажу, что захотелось с ней уединиться». А кто кому первый в любви признался? «Ой, это я был пьяный. Я был пьяный, я не смог сдержаться. «Это было по телефону». «Это было по телефону». «Я подумала, что, ну, пьяный бред». «Через неделю я сделал предложение. Я понял, что я безумно люблю этого человека. Я ничего не успеваю по пути найти, не купить. Я снимаю сережку с уха. И на нашем месте я делаю предложение». «Это был шок. Это был шок, иначе не сказать. Но ответ был где-то через... «Десять дней». «Через десять дней». «Диана, что это ты так с ответом тянула?» «В момент, когда он мне делал предложение, я еще проживала вместе с бывшим молодым человеком». «Украл цыгану». «Я люблю и ценю вас, Яков Петрович». «Да за все, нет конкретной черты, за что. Это странно. Ну, как по мне, за... «Это либо есть, либо этого нет». «Да, за общую вообще, за то, как все в тебе сочетается». «Не вычленить». «Любить – это что?» «Ты любишь и плохое в человеке, и хорошее». Свадебную эстафету открывает наша цыганская невеста. Дианочка, а ты не боишься, что девчонки успели без тебя подружиться и будут занижать тебе оценки? «Ну, это ж моя свадьба. Она ж не для них делалась. Не мои проблемы». «А они уже приехали и ищут твою большую цыганскую свадьбу». У Дианы на свадьбе я хотела бы видеть танцы цыган, может быть, песни. То есть такой колорит цыганский. Хотелось бы, чтобы было весело, повеселиться. Я вот попыталась быстро-быстро, после того, как мы узнали, что свадьба в цыганском стиле, найти у себя подходящий прикид. Я надеюсь, что я впишусь как-то. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы заходим непосредственно на территорию празднования свадьбы Дианы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, что-то как бы накрывают, мангалы стоят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень было там атмосферно, очень круто. А медведи, медведи видно? Мы видим маленький шатер, который был вот с кристальным шаром. Здесь, видимо, будет гадалка. Или барон сидеть. А, нет, гадалка. Нет, тут гадалка, да. Видимо, нужно будет заходить в шатер, гадалка будет внутри. И вдруг мы видим шатер. И когда мы туда заходим, это, конечно, самый главный вау-момент. Проходите. Проходите, проходите. Очень классно. Ух ты! Ничего себе! Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это всё сшила невеста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Диана с мужем прям так основательно подошли. Очень уютно, очень по-домашнему. Это всё очень круто. Я очень приветствую, потому что я сама очень креативный человек. Ой, зеркало прям старинное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всё так подобрано, всё так красиво. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотри, какое произведение. Он всё своими руками наделал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так необычно прям, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я сама там люблю ездить на всякие барахолки, покупать вот такие старые антикварные какие-то вещи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот и всё, ты замужем теперь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ничего себе! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот люди подготовились. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гости были одеты супер деталями какими-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как карнавал сосмотрелось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я подружкой есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Начинаю там от верхнего головного убора и заканчивая ботинками. То есть настолько у них у всех это интересно было, как бы подобрано. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У вас очень классные наряды. Просто я в восторге. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ай, золотые мои! Это ещё одна цыганская традиция – надевать всё лучшее сразу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Элиза на фуршете обнаружила человека, который стоит со стволом. То есть у него в кармане лежит пистолет. Ой, извините, пожалуйста, а можно вас спросить, а почему у вас пистолет в кармане? Слушайте, вот что нашел дома, то взял. Самый обычный макарыш. Мы не стали его трогать, чтобы не оставлять отпечатки пальцев. Правильно говоришь, красавица. Давай-ка лучше наши пальчики в еду запустим. Фуршетная зона, такие закуски, два вида мясных были, фрукты поставлены, сыры, которые, ну, как бы, люблю очень. Смотрите, как классно вообще сделано мясо, клубника, я не знаю, там, сливки или что. Необычная такая закуска. Я три штуки съела, очень вкусная. Очень понравилось. Я боюсь. Вдруг меня пронесет. Ой, Мариночка, это будет очень не кстати. Появление жениха пропустить нельзя. Я надеюсь, скоро и медведи подтянутся. Появление жениха, это очень классный момент. Ворон! Вот это да! Такой высокий, статный, тоже в цыганском костюме, в шляпе. Тут завитушка какой-то. Для тех, кто не знает, это Яша. Красавчик какой, смотрите. Красавец. Очень статный, красивый. Прямо... Я стояла и, как бы, действительно любовалась. Ай, красавицы мои, не перехвалите жениха! Да, он, конечно, цыганский Джонни Депп, но не ровен час. Цыганская невеста приревнует. Что? Ну, правда? Он красивый мужчина. Я что, не могу сказать, что он красивый мужчина? Можешь, золотая моя! Только не громко, а то невеста идет. Давайте все вместе позовем невесту! Диана очень красивая, эффектная, статная женщина. Платьица, корсетик. Так все подобрано, волосики подобраны. Красавица. И они встают рядом, то есть это вот настолько, как бы, гармоничная пара. Вот как будто бы они из одного теста. Вот и жених это сразу понял и незамедлительно украл невесту у парня из другого теста. Украл цыгану. Пара сложилась! Их свидетелей, а-ля ведущий. Яков Петрович, согласны ли вы взять к жены Диану Аркадьевну? Согласен. Наденьте кольцо ей на палец. Диана Аркадьевна, ваш выход. Согласны ли вы выйти замуж за Якова Петровича? Согласен. Я вижу, как они смотрят друг на друга. И меня очень сильно растрогало. Ура! Я стояла, а у меня тут все за собой глазки чуть не прослезилось, правда. Впереди много дверей, которые стоит открыть. Но первая дверь – дверь в наш шатер. Я предлагаю вам ее открыть, а гостям присоединиться и пройти вовнутрь. Добро пожаловать на свадьбу Дианы и Якова. Бюджет – 500 тысяч рублей. Стиль – цыганская боха. Фишка – жених цыган. Садимся мы. К нам присаживается молодой человек. Добро пожаловать на свадьбу Дианы и Якова. Добро пожаловать на свадьбу Дианы и Якова. До встречи, господамы! Раки – прямо с бутылки. Ха-ха-ха! У-у-у! Мы все были немножко безумными шляпниками на этой вечеринке. Эт, курочки мои, вам повезло. Молодые наши прогрессивная пара. А ведь по цыганским традициям мужчины и женщины угощаются за отдельными столами. Что там, кстати, по угощениям? Очень красивый стол. Салаты, нарезки. Мариночка, а на горячее что? Нам приносят шашлык. Там свинина, курица. Вкусно. Только не режьте. Из-за того, что было очень холодно, он в момент остыл. Ну, так быстро остывает вообще. Надо его сразу возле костра. Угу. Чампура. Так он у меня на тарелке весь и остался. Вот курица была, как бы, даже хоть остышей, но она была нежной. Курочка прям мягкая-мягкая. Я желаю вам чувствовать в любви свободу, при этом каждый день продолжая выбирать другую сторону. Живи! У-у-у! Мне кажется, самое время выводить медведей. Выносит плов наш кавалер Игорь. Любезно, конечно, нам наложил плова. Очень классный плов. Я люблю такой плов, в котором нет супер-кучи специй. За вас, за эту нереальную пару. Живи! У-у-у! Было все очень атмосферно. Все было очень колоритно, ярко, красочно. Ай, Рамалэ, это только начало! Какая цыганская свадьба без песен и танцев! Невеста была женихом просто в очень большом восторге. Все ринулись танцевать с этим цыганским табором, и я ринулась. Ансамбль просто вышка. Прямо... Ну что, гости дорогие, где не место, да? Они жениха и невесту украли, давайте веку! Думаю, да как так-то, как бы украли невесту. Это еще одна цыганская традиция. Красть уже украденную невесту. А вот так! У-у-у! О, деньги разбрасывают! А, это фальшивые! Никто из гостей ничего не дает. Мариночка, а ты когда-нибудь видела, чтобы цыгане деньги отдавали? Вот вся задачка! Да, уже муха невеста! Больше нету! Ох, дорогая моя! Вот самая щедрая гость! Давайте-ка мы ей поаплодируем! Больше нету! Да, последний отдаешь! Да! Аня добрая душа. Она дала последние свои кровные деньги. Ну, так и должно быть на настоящей цыганской свадьбе. Вернулись! А раз вернули, давайте скорее танцевать, пока еще кого-нибудь не украли. И, кстати, где все-таки медведи? Было много танцев, было много движа, было много веселья. И тут начинается такой вот трэш. А это традиционная цыганская забава. Сколько гостей перетанцует жених. Так все круто. Я думала, ничего, они молодцы вообще. Марин, а вот и цыганские конкурсы пошли. Распределитесь так, как вам велит душа и сердце. Мы делимся на две команды. Команда жениха и команда невесты. Участники на места. Сейчас наш главный ведущий скрывает пакет. Скрывает пакет. Мука блинная. Блинная мука! Растыпали муку, и мы должны были ложками ее передавать. Три, два, три! Ну, конкурс был прикольный. Азартные мои, обратите внимание. Жених отдал всю выигранную муку невесте. Джентльмен, молодец. Ну, я так понял, медведей мы сегодня не дождемся. Ну, вот и все, ты замужем теперь. Вы дождались того момента, когда муж и жена будут танцевать. Коллега, я прошу прощения, но молодые и так весь вечер танцуют. А, танец молодых. А я уж думал, его, как и медведей, не будет. Начинайте! Это необычно, что это не просто традиционный танец. Но там, в этой свадьбе нет ничего традиционного. И в этом суть, и в этом кайф. Красиво! Там действительно был прикольный танец. Ребята же актеры. Это очень круто было. Откатайте, что сейчас будет! Торт! Ромалэ, а кто-нибудь подскажет, как правильно по-цыгански есть торт? А, все понятно. Это значит, без приборов. Курочки мои, налетайте! К примеру, сладкий. Прям классный. Для меня торт был вот самое то. Я вообще дикая сладкоежка. Сам торт мне очень нравится. Я люблю такие творожные, еще и с орехами торты. Я съела весь кусок. Мне нравится этот дизайн. Я просто сладкое не особо люблю и не сильно прокритикую. Тогда, Мариночка, можешь прокритиковать или прохвалить свадьбу Дианы в целом. За банкетное меню свадьбы Дианы я ставлю твердую пятерку. Горячая быстро остывала. За платье невесты Дианы я ставлю 10 баллов. Под образ цыганская бога все идеально было подобрано. Действительно, цыганская невеста. За оформление зала на свадьбе Дианы я поставлю 9 баллов. Было чуть холодно. А само оформление было очень красиво. Ну вот и все, ты замужем теперь. Это Сочи, край кавказского долголетия. Куда приехали укреплять сибирское здоровье красноярцы Марина и Алексей. Влюбились друг в друга и в Сочи и решили остаться. Ребят, жду подробностей. Так получилось, что с Мариной мы с одного города, с Красноярска. У нас очень много общих знакомых и друзей. Но познакомились мы в городе Сочи. На берегу моря, на шезлонге. У нас прямо завязался такой разговор. И я почувствовала, что это вот человек такой же, как я, только в мужском обличии. Прямо думаю, ну как так? Ну не бывает такого? Разговаривали до утра. Ой, какое у вас было романтическое первое свидание. Ну естественно, она отравилась армянским бухлом, которое... Купила за полторы тысячи, которому цена 150 рублей. Ей было плохо. И я пошла за пивом и написала ему самоску. Тебе пивать? Тебе взять. И все тут закрутилось, завертелось. Марин, завертелось? Это ты про пищеварительный тракт? Когда мы начали жить вместе... А-а-а, ты про отношения. Для меня сначала было некомфортно, потому что, ну, я жила как хочу. А тут надо, там, трусики стирать. Трусики, это чьи мои, что ли? А чьи? Трусы, там, я не знаю, плавки, боксеры, там, что-то такое. Ну точно не трусики, Марин. Тут этот Кавказ. Трусики. Леш, я смотрю с Мариной, не соскучишься. Я человек эмоций. Три, два, один. А-а-а! А-а-а! Алексей немножко поспокойнее. И как же спокойный Алексей сделал предложение? В мой день рождения просто достал коробочку с кольцом, ее открыл, и у меня был такой шок. И я ответила, да. Я Марине сделал такое быстрое предложение, потому что по своей природе я такой человек, что я точно знаю, что мне по жизни надо. Я искал именно ее, Марина, и умная, и образованная, как сказать, даже красивая, можно сказать. Ну, красивая это в последнюю очередь. И не с красотой же жить. Раз Алексею так повезло, и все при невесте, осталось только скрепить этот союз. Мариночка, ты осознаешь важность момента? Я пока платье не надела, я еще вообще ничего не поняла. Я проснулась, и, ну, как обычный день совершенно. Ну, я представляю Марине, ну, свадьбу в стиле Боха и Сибири, это я не знаю, как я представляю. Я пыталась в своей голове угадать, как нужно одеться. Вот я как-то приблизилась к Боха, не придумала, как сюда присоединить Сибирь. Но у нас будет подарок, связанный с Сибирью. Девчонки, а где вы Диану потеряли? Ну, давай позвоним. О! Диана, привет! 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 Мы в Адлере, а ты где? Я в Санкт-Петербурге. А что ты там делаешь? Я болела, море, так сказать. Дианочка, я начинаю подозревать, что ты пренебрегаешь нашим обществом. Если ты и на следующие свадьбы не приедешь, я буду сильно разочарован. Какого фига? Я болею, это главная моя причина, по которой я не приехала. Ну, как минимум, это неуважение к Марине. Какое-то там мнимое ОРВИ. Если она заболела, мы ей желаем скорейшего выздоровления и ждем ее на всех других свадьбах. Если Диана не заболела, то это, ну, просто на ее совести. Если она не приедет ко мне на свадьбу, то я вообще как бы полностью, ну, разочарусь. Девчонки, предлагаю пока все-таки сконцентрироваться на свадьбе Марины. Заходите. Так, стиль Боха, да? Честно сказать, я как бы не очень в восторге от президиума. Искусственные цветочки какие-то. Красноярск, смотри, шишки кедровые. Это вот Сибирь, да? Боха и Сибирь действительно там сочетались. То есть сухоцветы, еловые шишки, какие-то пеньки, то есть все было со вкусом. Видимо, как бы еловых веточек не до конца хватило, поэтому где-то обрезали близлежащую тую. Диана звонит. Девчонки, конечно, на свадьбе интереснее. Чем просто дома сидеть. Вот и звонит. Да, даже без дианы, да? Значит, смотри, вот такой зал. Вот, здесь будут сидеть молодые. Для тематической свадьбы, для свадьбы в стиле Боха этого было максимально мало. Видишь, на фоне моря. Я рассмешила такое влияние Сибири. Из Сибири я увидела только веточку хвойную такую на полу около арки. Дианочка, если бы ты приехала, возможно, бы еще что-то разглядела. Я не могу сказать, что меня раздражает прям, что звонит Диана, но это, безусловно, неудобно. Давай пока прощаться, мы это, шампусик. Поднимаем свой бокал. Добро пожаловать на свадьбу Марины и Алексея. Бюджет 300 тысяч рублей. Стиль Бохо с элементами Сибири. Фишка морепродукты. Так, икру я не люблю. Ладно, я попробую оливьешечку. Мне зашло, мне понравилось. Было достаточно прикольно, вкусно. Колбаску я решила не пробовать, потому что все-таки жарковато для колбаски. Аню, для колбаски, может, и жарковато. А для появления жениха самое то. Вот он, идем. Полный уверенность и решение. Первое, о чем я подумала, когда увидела жениха, что, боже мой, как он подходит Марине. Честно сказать, я вот какого-то костюма от него почему-то даже не ожидала. Это хорошо, что он еще не в шортах был. Пофиг на костюм. Одевайтесь как хотите. На моей свадьбе тоже не будет традиционных костюмов. У жениха не будет костюма. Встречайте самую красивую невесту! Марина заходит в классическом, шикарном, белом платье невесты. Платье невесты. Платье невесты. Платье невесты. Платье невесты. Единственное, что мне не понравилось, это ее бантик первоклашки. В курсе кто-то или нет, но это сейчас очень модно, вот этот бант, который у нее был. Это прям писк, да. Является ли ваше решение стать мужем и женой, искренним и добровольным? Да. Друзья, ваши аплодисменты, она сказала «да». Вы можете обменяться кольцами. Так, это трепетно. Я сразу увидела, насколько они действительно подходят друг к другу. Леша, ты замечательный человек. Я очень рада, что Марина выбрала тебя. Поживите за долго и жастливость. За счастье наших молодых! Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ Много разных закусок я реально не могу сейчас даже вспомнить. Анют, а ты? Получается два салата. Рыбная нарезка, это мясная нарезка, это сырная нарезка, а еще соленья. Слушай, он горячий. Да какой ты горячий? Он оказался теплый, с говядиной, то есть достаточно сочной говядиной. Вкусный. Рыбки мои, внимание, фишка свадьбы – морепродукты. Лежат мидии, барабулька, креветки, королевские вот эти креветки. Катя. Ем микроосьминожиков и одну барабульку. Это было тоже прикольно. Маленько я не понимаю, как они сочетаются. Допустим, креветки и барабулька. За свадебным столом все дети ковырятся, как бы, ну, барабульки. Ну, ладно, мидии можно с вином, да, как бы пить с белым. Но это все остальное – это все пивная закуска. Ну, никак, как бы, не свадебная. Анют, это у вас в Геленджике барабулькой никого не удивить. А Лизок в восторге. Вот я прям очень много съела. Девочки мои, подождите разочаровываться. Скорее подключайтесь, ждем первый танец. Я уже вот это вот от этой Дианы... Ну, ладно, я же под конец уже все, ну... Ну вот и все, ты замужем теперь. Танец просто такой очень скучный и грустный, и просто шатались в разные стороны. Дианочка, ну, конечно, это не танец профессиональных артистов, как у вас с мужем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так вот он ее раз, вот, два. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, давай, мы тебя не слышим все равно, поэтому пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лизок, я вижу, ты времени даром не теряешь. Ведущий пригласил меня на танец, что мне немножко польстило, конечно же. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как подготовка идет? В чем, в свадьбе? В свадьбе. Самое сложное, знаете что? Ну... Это ведущий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне или не знаю? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я свободен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В детский лагерь, когда ты приезжаешь, включают медляк на дискотеке, и когда тебя приглашают, то ты так чувствуешь, что тебе приятно, что тебя пригласили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я понял, Лизок, ты любишь быть в центре внимания. Предлагаю не уходить со сцены и поздравить молодых. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы тебе решили подготовить подарок тоже в тему твоего праздника. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Из самого сердца Сибири! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, наконец-то, дождались медведя. Потому что это медведи, это Сибирь. Ну, тут как бы прямая связь. Чего не дождался на цыганской свадьбе, получил на сибирской. Девчонки, а вы уверены, что медведи настоящие? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Завели людей, да, что как бы все хотя бы вышли на танцпол и начали как-то двигаться, а не сидеть как бы своими там кучками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, реально прикольные. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ай да мишки, ай да косолапые! Это жгли так, что гости жениха качать стали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зажигалки мои! Потанцевали, можно и передохнуть. Мне нужен розовый шарик, ленточка. И я вам сейчас фотографию перекину, можно распечатать. Анют, а ты что задумала? Ну, и, короче, Диана все названивает, 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 названивает. Ну, и я вообще как бы хотела, чтобы она как бы сидела с нами. Спасибо. Анют, мне кажется, или ты хочешь надуть Диану? Боже, 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 боже. Ну, я, значит, надуваю, все это клею. И куда мы теперь ее денем? Привет, Марина! И как раз идет Марина. Я говорю, Марина, вот, Диана с нами. Все, нас исчезли. Да тихо ты! И надули, и порвали. Ну, я думаю, что Марине обидно, что Диана не присутствовала на ее свадьбе, конечно. Я бы, наверное, тоже расстроилась из-за этого. Внимательные мои! А вы заметили, что Марина сменила платье? В принципе, логично, потому что в первом платье оно было шикарное, пышное и так далее, в нем жарко. Она переоделась в более легкое платье. Это абсолютно не свадебное платье, да. Ну, как бы это образ пойти на пляж. Аню, ты ж моя придира. Зато торт точно будет свадебным. Мы вызываем на эту сцену свадебный торт! О-о-о-о! Есть! Ваше аплодисменты, друзья! Торт такой красивый, двухъярусный, с такими, как бы, цветочками. Громче, 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 дайте шуму! Мне кажется, самое интересное было то, как эти куски торта вручали гостям. То есть, что нужно было выполнить какое-то задание, чтобы кусочек торта получить. И нашу Лизоньку, опа! Нашу девочку сегодня все затанцевали! Лизгинку я не умею совершенно это делать, но как-то я пыталась повторить его движение. Мы танцуем, и вот нам два кусочка торта. И как торт Лизок не зря танцевала. Мне нравится, что торт очень легкий. То есть, его можно много съесть. А мне нравится, что ты для всех тортик вытанцевала. Даже для тех, кто свои таланты не демонстрировал. Очень нежный бисквит. Прослойка не бритерно-сладкая. Вот это кислинка какая-то ягодная. Горько! 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 Девчонки, и сладкое, и горькое у нас уже было. Пора выставлять оценки. За свадебное платье невесты Марины я ставлю 10 баллов. Ей платье шло. Я даже не буду обращать внимание на банк первоклассника. За банкетное меню на свадьбе Марины я ставлю 9 баллов. Вот, было много, было вкусно. За оформление зала на свадьбе Марины я ставлю 3 балла. Тематика свадьбы была не дожата. Ну вот и все, ты замужем теперь. Это Геленджик. Город, название которого переводится с турецкого как Белая невеста. Раньше здесь продавали белых невольниц восточные гаремы. А сейчас свободная женщина Анна встретила здесь своего Виктора. И готова совершенно добровольно стать его навсегда. Я занимаюсь видеосъемкой. Делаю заказы на рекламу. Даже не продакшн. Я сам себе, короче, режиссер. Ну, у нас свой бизнес. У нас по франшизе 4 алкогольных магазина в другом регионе. Удаленно управляем, живя в Геленджике. Предприимчивые мои, давно вы вместе? В ноябре уже исполнится 8 лет, как мы вместе. И вот наконец-то решили пожениться. Да. Да, это так. Восемь – это число бесконечностей. Вы еще помните, как вы познакомились? Меня подруга пригласила играть в лазертакт. Мы начали играть. И моей команде говорили, что какая-то девочка что-то говорит нормально, так бегает, пуляет всех. Ну, я думаю, надо как бы ее наказать. В итоге, в общем, они меня выслеживали там за каком-то зданием, и я их поодиночке там тык-тык и расстреляла. Ну, игра закончилась. Я пригласил ее, хотел в ресторан по-человечески, как это не бывает. А она говорит, фу, какой ресторан. Поехали на квадрики. Я уже забыла. Да, забыл. И все. И таким образом мы как бы сблизились. Витя, почему ты 8 лет не решался сделать предложение? Когда я решил сделать первый раз предложение Ане, это было после того, как она родила Арину. Арина наша дочь. Не так. Вначале, когда я забеременела. Потом, когда она родилась. Потом это было предложение, когда у нас подруга там выходила замуж. Потом еще было. В общем, до этого не доходило. Итого оно не дошло. То есть, 8 лет, ты регулярно делал предложение, Анна соглашалась, но до ЗАГСа вы так и не дошли. Чего же случилось на этот раз? Вот в один день мы сидим дома, просто на кухне, ужинаем. И идет передача. Четыре свадьбы. Ну, я уже думаю, ну, это уже знак, наверное, просто. Ну, куда уже? Я говорю, Аня, ну, что? Она говорит, ну, давай попробуем. И как бы... Как-то так. Ребята, оказывается, наш проект не только романтически развлекательно-познавательный, но и полезно-прикладной. А то без нас вы бы еще лет 8 собирались. Вспомнили, что мы забыли заказать букет невесты. Ой, ну, ё-моё, 8 лет же собирались. Видите, он у меня судорожно бегает, заказывает букет. Поторопи его, Анют. Твои подружки уже в Геленджике, и им не терпится оценить твою свадьбу. От свадьбы Ани я ожидаю что-то фееричного. Отжигательные танцы и конкурсы. Не знаю, чего ожидать. Свадьба заявлена быть греческой. Соответственно, я ожидаю чего-то больше, чем греческий салат. Богини мои греческие, как я рад, что вы в полном составе. Диан, как тебя девчонки встретили? Ну, в целом, достаточно дружелюбно. Вот. Напряжение между нами, ну, вообще никакого не возникло. Уф, а то я после твоей свадьбы, Марина, волновался. Я поняла ее причину. Ну, совершенно спокойно мы с ней пообщались. Мне кажется, мы с Дианой быстро находим какой-то общий язык. Лизок, так Диана у нас теперь цыганская жена. Она любого заговорить может. Ну, вот и все, ты замужем теперь. Никто не встретил, никто ничего не показал. Вот, смотрите, я вижу, что я вижу? Я вижу фуршет и я вижу цветы. Фуршет достаточно маленький. Дамы. Дамы. Там налита шампанское и небольшие такие бутербуретки. Вот с рыбой очень вкусная канапешка. Я, естественно, все пробую, потому что я очень голодная была. Не люблю канапе из-за технически сложного поедания. Я пробую канапе с языком. Мне показалось черствовать сам хлеб в основе канапе. На фуршете я старалась сильно не наедаться, потому что я вижу, что на вертеле там крутится барашек. Пойдемте посмотрим вертел и спросим, а для нас ли это крутится. Привлекает внимание сама вообще инсталляция. Вертел, молодой человек обмазывает ягненка маслом, специями. А это вот на свадьбу Анны, правильно вы понимаете? Да, конечно. О, супер! Все, круто. А пока барашек вертится, как белка в клесе, чтобы стать вашим ужином, предлагаю оценить банкетный зал. Ну что? Так. Помещение красивое, но самих декораций как таковых не было. Немножко с Грецией это как бы не срослось. Честно, ну, Греции маловато. Ну, я представляла себе Олимп. Я представляла себе колонны, статуи. Дианочка, сделай они скидку, она же не театральный работник, как ты. Ух ты! Ну, что себе! Да, это все сшила невеста. Добро пожаловать на свадьбу Анны и Виктора. Бюджет 200 тысяч рублей. Стиль греческий. Фишка – греческий танец с тарелками. Пожелать сюда, друзья, Виктор Ивановна! Регистрация была на таком островочке посередине прудика. Там какой-то фонтан, сзади деревья. Очень все красиво выглядит. Мне кажется, у нее платье очень похоже на мое. Платье у Анны просто потрясающее. Такой вопрос ко всем провинциальным невестам пышных форм. Откуда любовь к этим принцессочьим платьям, вот с этими вот кринолинами, которые увеличивают еще больше? Из-за чего кажется, что она либо беременна, либо платье не ее размера. Богини мои греческие! Наконец-то понял! Диан, а с женихом что не так? Рассказывай! Милый мужчина, веселый, улыбчивый. Узнаю моих девочек. К жениху требования куда ниже. Согласны ли вы хранить и оберегать свою избранницу, несмотря на тернии годы? Да. Анна, обещаете ли вы стать для Ивана? Ивана? Для Виктора. Не только любимая, и заботливая женой, но и самым верным другом. Да. Прошу вас отменяться обручальными в пользу. Вы стали настоящей семьей. Объявляю вас мужем и женой! Уф, несмотря на восемь лет подготовки и путаницу на церемонии, Анна и Виктор официально стали мужем и женой. За это нужно выпить. Вот так вот. Уи! Уи! Греческий салат. Я ожидала. Мясная нарезка, сырная нарезка, рыбка, икра. Ну, и раз уже зацепилась, очень все вкусно. Я желаю вам всей энергии. По закускам прям вообще вопросов нет. Вам счастье личного, наличного и безналичного. Аня, мы тебя любим и посравниваем. Аня, на тебя. Приносят блюда, напоминающие хачапури. Сыра там маловато. Мне не очень понравилось. Ждем какого-то движа. Либо создаем его сами. Девочки мои, а вот же он движ. Уже пошел. Выходит, грузин танцует для Анны якобы стриптиз. Мне кажется, что история с ростовой куклой пошловато. Окей. Огромную скидку делаем на то, что мы в Геленджике. Марин, твою точку зрения я понял. Лизок, а ты что скажешь? Ну, ростовая кукла, которая раздевается, это менее захватывающая, чем живой человек, который раздевается. Вот мой комментарий тебе. Красотки мои, горячая кукла на самом деле была на разогреве. А теперь самое главное – танец молодых. Ну, танец как танец. Судя по всему, не особенно подготовленный. Дианочка, не у всех же мужья-актеры и каскадеры, как у тебя. Очень приятный, очень душевный. Ну, я очень сентиментальный человек. И чуть слезу не обронила, правда. О, Мариночка, крошка моя. Лизок, а ты? Я сдержала слезы. Курочки мои, гости на танцпол вышли, и вы поддержите молодых танцами. Я все же на императрице, как сейчас. Вот ты мне кого напоминаешь, Марин. Императрица, не изволите ли вернуться за стол? Долгожданного барашка отведать? Я думала, там будет вообще просто пушка-бомба. Приносят тарелку с холодными костями. А че он холодный такой? Короче, я разочаровалась в баране. Марин, перестань сейчас же, а то окружающие разочаруются в тебе. Лучше смотри, невеста сменила платье. Аплодисменты! Второе платье просто шикарное. Оно как раз синее, с золотом или серебром. Вот, оно действительно очень эффектное. Просто это было так красиво. Оно все блестит. Девочки были в максимальном восторге. Я вот в таком восторге живу каждый день. У меня это будни, ты приходишь на работу и видишь этот пошлючий ад. Из блесток, из костюмов Киркорова, из вот этого всего, вот эти вот коринолины. Весь вот этот вот груз вот отсюда. Дианочка, ну ты же хотела больше Греции и бело-голубых цветов. А что это у нас только тарелок вынесли? Неужели это все для торта? А тарелки, друзья мои, мы с вами будем ломать. Ломать будем! Выходит, грек. Мариночка, я не понял. Какой грек? Я, какой грек. Девочки мои, смотрите внимательно. Это же фишка свадьбы. Греческий танец с тарелками. Их нещадно колотят, чтобы отогнать злых духов и привлечь к молодоженам богатство. Мы бьем тарелочки, все гости бьют тарелочки. Давай! Девять! Давай, давай! Я 40 штук. Это было классно. Вот это кайф! Мистер торт, подожди аплодисменты! Торт в греческом стиле. Колонны, как в каком-то греческом храме. А что скажет эксперт по костюмам и декору? Диана, вам слово. Он красивый. Он подходит по тематике, по стилистике. Вкусно. Торт вкусный. Бисквит пропитан. Все вкусно. Ну, все вкусно. Курочки мои, знаете, что я заметил? Когда всем торт нравится, тогда и оценки высокие. Давайте проверим эту теорию. За платье невесты Ани я ставлю 10 баллов. Просто великолепное. Оба платья пушка, бомба. Молодец. За банкетное меню свадьбы Ани я ставлю 9 баллов. Еда мне понравилась прям больше, чем на предыдущих свадьбах. Девочки, вы меня приятно удивляете. Вы можете войти в историю четырех свадеб, как самые щедрые невесты за все время. За оформление зала на свадьбе Ани я ставлю 4 балла. Никакого оформления, связанного именно с темой свадьбы, не было. А нет, все-таки не можете. Ну вот и все, ты замужем теперь. Это Москва. Самый технологичный и продвинутый город страны. Здесь все находят в интернете. Еду, одежду, билеты. А вот Лиза еще и мужа Иннокентия там нашла. Рассказывайте, ребят, свою историю. Я работаю в IT. Я человек, который отвечает за то, чтобы продукт, IT-продукт создавался, работал, работал хорошо. Ну, у меня, естественно, тоже работа связана с играми. У меня своя компания. Мы разрабатываем детские обучающие приложения. Ребята, как у вас запустилась программа «Влюбленность»? Ну, как-то, мне кажется, на первой встрече мы почувствовали, что мы... Ну, что нам хорошо друг с другом. Какую-то душевную близость. Мы одинаково смотрим на то, как должна выглядеть жизнь. Ну, мы больше такие проводники друг друга. Лиза для меня больше проводник в мир активных путешествий. Я, на самом деле, посетила 54 страны мира. Я для Лизы проводник в мир каких-то видеоигр. Ну, там, лего. Да, лего. Рисуем картины. Играем с котами. То есть все, что... Разговорные. Разговорные игры. Все игры обожаем. Да, вижу, вы любители приключений. Наверное, и предложение было небанальным. Я решил сделать не одно предложение, а подарить несколько колец. Делать предложение много раз. И в конечном итоге я подарил 21 кольцо. Да. А нет, 22. 22. 22 кольца. Девчонки, я не устаю поражаться. Вы снова входите в историю проекта. И конкретно ты, Лиза. Как девушка, у которой 22 обручальных кольца. Просто невеста-супергерой. Лизок, поздравляю. Сегодня у тебя появится 23-е кольцо. Обручальное. Как настрой? Немножко волнуюсь. Многие вещи могут пойти не так сегодня. Сегодня я нацелена оторваться от души. Да, я настроена селиться. Последняя свадьба. Вообще не нравится идея свадьбы в автобусе. Ну что, давай. Давай. За свадьбу. Мы с Саной договорились, что мы с собой возьмем шейкеры, потому что мы будем ехать в автобусе, и чтобы мы не пролили напитки. Смышленые мои, а не рановато ли вы своим лайфхаком пользоваться начали? Или у вас там какао? Мы поднимаемся наверх, в зону ожидания. На нашего автобуса нам выдают билеты. Здравствуйте. Вы у нас Марина, Аня и Диана, верно? Да. Пожалуйста. Спасибо. Вот этот ваш билет, приедите его в приходе и садитесь на вашу место. Спасибо. То есть мы понимаем, что это вот все правильно, куда мы пришли. Там фуршитная зона. Пошли хомячить, вот хомяч. На фуршете у нас был... Как его зовут? Вот этого, синего. Артемий Лебедев. Это известный стилист. Марин. Артемий вообще-то занимается дизайном. Ну, дизайнер. Ну, хоть рада. Мариночка. Вообще-то, Артемий, пожалуй, самый известный дизайнер у нас в стране. Диан, а ты звездного гостя узнала? Сначала я такая, это он. Потом, это не он. Но я не сразу себе поверила. Дианочка, свадьба еще впереди. Успеешь к звезде прикоснуться. В смысле, пообщаться. Он достаточно спокойный. Он не ведет себя, как звезда. Это не Геркор все-таки. Курочки мои, а что здесь поклевать есть? Там, значит, круассаны какие-то, канапе, сыр, какая-то ягодка сверху. В таких рюмочках сыр моцарелла. Там что-то такое. Это, скорее всего, песто с маслом. Ой. Простите. Мариночка, мне кажется, что тебе тоже пора закусывать. Ладно, я съем помидор. Почему девочки были наклюканы, к сожалению, я не знаю. Дианочка, так у них там ни какао. Давай. На свадьбе. Наш автобус отправляется в 10 минут. Добро пожаловать на свадьбу Елизаветы и Иннокентия. Бюджет 500 тысяч рублей. Стиль путешествия. Фишка свадьба в автобусе. И тут в итоге мы идем, мы типа встречаем автобус с жиропом невесты. Снегурочка выбежала. Какое-то платье. Ну, честно сказать, это был. Платье Лизы, оно было сильно простое для ее перфоманса. А мне еще интересно мнение деятеля театральных искусств. Диана, прошу вас. Образ невесты современный. Но, как по мне, образ даже не просто невесты, а жениха и невесты вместе, он простоват. Я сначала вообще не понимала, что это жених. Не знаю, как по-доброму слову. Человек в белом. Девочки, привет! Ведущий дает баланчики с краской. Пишем все поздравления, как в книге пожеланий. Кто-то так джазмэрит. Что хотим, то пишем. Рисуем. Мариночка у нас начинает веселиться. Марина, я нарисовала. Я считаю, что это для девушки немаловажная концепция в жизни. Поэтому я ей искренне пожелала от души именно... ...и денег. Вот и все. Сочинские нравы. Мариночка, предлагаю, пока ты еще чего-нибудь не пожелала молодым, садиться в автобус. Девочки, в очередь. В аборт. Лиза подготовила подарки. Пакеты с номерами, которые были прописаны на билетах. У каждого есть? Белое, красное? Нет, там что-то на входе спрашивали. Белое, красное. Ой, с нашими именами. Умешательного сказки. Да ну! Анечка. Дианочка и Мариночка. И Мариночка. У каждого там пакетик. Как бы настолько все интересно. Я думаю, ну вау! Думаю, ну сейчас будет класс. За любовь и за молодых. Ура! Ура! Горько! В автобусе начинается игра. Курочки мои, вы же узнали, что это развлечение из модного сериала. Это же игра в кальмара! Дело в том, что девочки не смотрели этот сериал. Из игры в кальмара. Что у тебя? Я даже не смотрела эту игру в кальмарах. Такая баночка. И там этот треугольник. Я тебе говорю, Диан, что за... Я говорю, Диан, что за фигня-то? Что с ней делать-то? Игра-то может вам помочь, но вы можете использовать различные лайфхаки. Друзья, у вас 15 лет время пошло. Я чуму... И вот. Там у неё достаточно простая была форма. Она чик-чик и всё. И выиграла игру. В игре кальмара это всё иголкой вот так делалось. Иголкой тыкать, если его можно было вот так вот отломать и всё. Вот они, д**й-то. Я за 2 секунды выиграла игру кальмара. Мариночка, а ты участие в игре принимала? Я не принимала. И в душе не, д**й, что они там делали. Вижу, Марин, принимала. Но не участие в игре. Но ничего, тебе понравилось. Дорога была дальняя. Едем, 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 едем. Нам еды не дают, то есть нам выдали поэтому как бы вину. Там у нас ещё шампанское было. Я вижу, что Маришка хмелеет, я хмелею, Диана хмелеет. И я вспоминаю, что у меня шоколадка. Не п***ь, а ты гвоздикой. Марин, давай, давай, чуть-чуть хотя бы. Ну, ё-моё, ты не ела 10 часов. Мы уже поняли, что это капец. Так, девочки, я предлагаю звонить мужьям и уезжать отсюда. Пусть они нас заберут, я не знаю, как. Ань, желание совместного досуга – это хорошо. Но идея этого досуга мне как-то не очень. Вы лучше будите Марину. Первая остановка. Выходим из автобуса. Собственно, там ДК сидела. И начинается фильм, собственно, про молодожёнов. Не всем интересно смотреть данное видео, особенно тем, кто мало их знает. Это личные ваши фотографии. Это вам интересно. С чего вы взяли, что это будет интересно другим людям? Курочки мои, но вы же не уйдёте в самом начале фильма. Так как мы были очень сильно голодные, мы просто встаём и уходим. Короче, я хочу есть. Погнали в магаз. Есть, я нашла. Давайте ещё шампустика возьмём. Конечно. Ну ладно, крошки мои. Может, когда поедите, вы чуть добрее станете. Купили колбаски, хлебушка, шампанского. За свадьбу приехали. И мы так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Мы так быстренько сделали эти бультиброды. И это было просто настолько вкусно. Курочки мои поклевали, червячка заморили. Пора снова в дорогу. Свадьба в автобусе продолжается. Слушай, у нас всё дальше и дальше увозят в Москву. Мне кажется, что нас везут ко мне домой. Я звоню мужу, рассказываю, как вообще обстоят дела. Мы хотим есть, мы хотим пить, нам скучно. Не знаю, Диан. Марина вот сама себя развлекает. Мариночка. Доброе утро, солнышко. Подожди, что ты так будешь, как алкаш? Я решила для себя, что в автобусе, не дай бог, никогда, никакие вечеринки отмечать не нужно. Нам ведущий говорит, девчонки, давайте к нам поближе. Сейчас ребята приготовили ещё одну историю, в которой мы хотим, и вы, чтобы тоже с нами поучаствовали. Мы готовы на всё. И Марина садится к Лебедеву, Дианка садится, короче, тоже какой-то молодой ночью. И я так скромненько сзади, ну, я же замуж, я не могу, как бы, садиться. Мы просто роли мужчинам. Ты чем пьёшь? Мы с ним очень сдружились. Не сказать, чтобы он менялся с контактами, но мы очень хорошо пообщались. Императрицы мои шальные, притормозить-ка с алкоголем. Нас полиция на борту. Господин полицейский, мои девчонки что-то нарушили. За всех непрестённых гостей, которые здесь находятся, вам положен штраф. А что у вас здесь происходит? Вайба, что ли? Стриптизёр был в тему. Живо, весело. Ой, ты какой молоденький! Мариночка, а твой муж будет в таком же восторге? Как думаешь? Я там его там с засочки потрогала. Ой, господи Иисусе! Мариночка, больше ничего не трогала, ты уверена? Ну я же не буду это на телевидении говорить, что у меня в ногу потёрся человек. Всё, Марин, уже сказала. А что ты, кстати, мужу скажешь? Клянусь, что я писью не трогала, чужую вообще. Аккуратненько, чтобы всё было. Ох, Мариночка, мне кажется, господин полицейский. Даёт тебе знак. Аккуратнее на поворотах. Мы выпускаем звезду из нашего автобуса и едем потихонечку дальше. Да, Марин, звание шальной императрицы подтверждено и заслужено. И тут нас подрезает машина. Я думаю, что вообще происходит? Где наши милые жены? Это просто казались наши бужьяны, которые остановили автобус. Дело в том, что Аня своему мужу, как и Марина своему мужу, тоже звонили. И они как-то так поняли, что дело неладное, раз жена звонит каждый час и неоднократно говорит о том, что нам холодно, нам хочется есть. И здесь скучно, и забери меня, пожалуйста. Ох, курочки мои, аж вы до начала веселья звонить начали. Небось, жалеете теперь? Как домой? Давай-давай, на выход. Не будем задерживать. Вы чего? И все. Из автобуса домой. Девчонки, это как в анекдоте про декабристов. Приехали и испортили вам всю ссылку. А вы их сами звали. Ну, очень обидно. На самом деле, очень обидно. С другой стороны, Анют, хорошо, что мужья не приехали на 20 минут раньше. И пока свадьба в автобусе набирает обороты, мои грустные курочки едут домой и в пути ставят оценки, да? За платье невесты Лизы я ставлю 4 балла. Современный образ. Тут даже не сколько за платье, сколько за ее ботинки. За банкетное меню на свадьбе Лизы я ставлю 2 балла. Чуть-чуть фуршета было, но очень мало. Остались все голодные, я в том числе. За оформление зала на свадьбе Лизы я поставлю 3 балла. Ну, разрисованный автобус с какими-то фигнями. Ну, это смешно. Это детский сад, ребят, сколько вам лет? Ну, вот и все. Ты замужем теперь. Четыре свадьбы позади. И совсем скоро мы узнаем, кто заберет денежный приз на свадебное путешествие от канала «Пятница». Диана, Санкт-Петербург. Марина, Сочи. Анна, Геленджик. Или Елизавета, Москва. Девчонки, теперь можно сказать о своих соперницах все, что хотелось. Так, все, поехали. Мне ближе по духу Аня. На втором месте Диана. Лиза для меня, она как была изначально темной лошадкой, она так как бы и осталась. Ну, мы не подружки, надо понимать, это не тот вообще проект. Тут не нужно их искать. Между мной, Мариной и Дианой социальное неравенство. Но, заметь, я никогда не делала на этом акте. А сейчас самое время разделить финальные 50 баллов. Равноценные баллы не получится никому дать, потому что там 50, которые не делятся, да, на 3. Как хитро сделано 50 баллов. Так, ну все, я готова. То, что вы уехали, нас обескуражило. Это было сделано без какого-то прощания, без предупреждения. У вас было настолько, как бы это ваша компания, мы там были лишние. Было алкоголь, не было еды, и мы успели хорошенько так надраться. Я реально... Я никого не хочу виноватить. Я просто про свои чувства говорю, что вот мы были обескуражены. Лиза, за твою свадьбу. Через несколько секунд мы узнаем имя победительницы. Ее муж уже на пороге студии. Я бы выпила сейчас по залпам причем. Молодцы! Молодцы! Девочки, спасибо вам большое, что вы поставили оценочки. Валите отсюда! СМЕХ Победительницей проекта «Четыре свадьбы» стала Марина из Сочи с результатом 117 баллов. Всего три балла ей уступила Диана из Санкт-Петербурга. У нее 114 баллов. Еще на три балла от Дианы отстала Анна из Геленджика. У нее 111 баллов и третье место. И с большим отрывом замыкает четверку Елизавета из Москвы. У нее 84 балла. А теперь самое интересное. Альбом с оценками. Аня, Диана. Платье невесты 10, банкетное меню 10, оформление 8, впечатление 10. Как тебе оценки? Все ясно. Тебе приятно. Предельно понятно. Диана. Ах ты! Платье невесты я объяснила. Платье невесты 4. Мне оно не понравилось. История вкусовщины. Я посмотрю, когда у тебя будет третья свадьба. Какое будешь ты одевать? Банкетное меню 6. Там история с барашком и с оформлением банкетного меню. И оформление 4. Честно, Греции я не так много заметила. Не дожата была Греция. Да ладно. Все? Все. Странно, что Марина без бокала ушла, вам не кажется? Я даже до сих пор не могу в это поверить. Марина молодец. Ты одобряешь поездку в Доминикану на выигранные деньги? Конечно, поехали.